77 лет назад, 2 ноября 1943 года, в один день весь карачаевский народ лишился родного дома. И сегодня почтить память людей, ставших жертвами незаконной ссылки. На мемориал жертв политических репрессий в Карачаевске приехали глава Карачаева Черкесии Рашид Тибрезов, председатель Народного собрания Александр Иванов, представители власти и духовенства. Из Карачаевска в репортаж Алла Динаевой. Сколько бы лет ни минуло, пережитую карачаевцами в годы депортации боль невозможно описать и забыть. Жертвами трагедии в те годы стали женщины, старики и дети. И каждый год этот холодный ноябрьский день напоминает всем нам обулом. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев совершил обряд дуа по умершим в годы депортации невинным людям. А затем глава республики Рашид Тимрезов, спикер парламента Александр Иванов, премьер-министр Асланозов, представители администрации Карачаевского округа и района возложили цветы к мемориалу. Сегодня день скорби. Народ незаслуженный, я бы сказал, был полностью переселен в Среднюю Азию. Это были политические причины, интересы разных людей, разных народов, так сказать. Но благодаря Всевышнему народ выжил, вернулся, стал крепче. Я бы сегодня, просто эту историю надо помнить, чтобы она не повторялась. Хотел бы пожелать нашему народу, чтобы в дальнейшем таких поворотов судьбы у него не было. В те годы сыны карачаевского народа отважно защищали родину на фронтах Великой Отечественной. Житель Карачаевской ветеран войны Баймурза Адмиевич Узденов – очевидец тех трагических событий. 77 лет назад они ехали в неизвестность за один день, лишившись родного крова. Нас привезли в Казахстан, в Сайрамский район, село Самсоновка, рассказывает дедушка. Как людоедов. Люди боялись нас. Ближе вагонов не подходили. 50-70 метров смотреть на нас, как на зверей. У них была и мука, и хлеб, и сыр. Атары были, коровы доились. Все было. Никто, понимаешь, ничего не давал без продажи. Девушка платье продает свое, ставит руку кружу. Так относились. А потом плакали, когда мы уезжали. Плакали. Трудолюбием и честностью карачаевский народ завоевал заслуженное уважение жителей Казахстана и Средней Азии. И к нам люди с лицом повернулись к нам. К лицом повернулись. И мы ключевые все позиции заняли в Волхозе. Я бригадир тракторной бригады. У Руссов-Хасан бригадир альшивотческой бригады. Апаев окоп коневодством занимался. Бустановы, три атары овец, они занимались. Все ключевые мы взяли в руки и работали честно, добросовестно. Никакой хищения, никакой потери не было. Зато нас уважали, ценили и всю работу возлагали нам, выполнили. А три карачаевки удостоились самой высокой государственной награды, находясь в ссылке звезды социалистического труда. Сталинская национальная политика мало чем отличалась от Гитлеров. По официальным данным, за 14 лет депортации погибло 40% карачаевцев. Каждому проезжающему здесь этот монумент напоминает о боли целого народа. И в сердце каждого из нас есть такой же монумент памяти, который никогда не даст забыть о холодной осени 43-го года. Алла Динаева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия, Карачаевск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова